Здравствуйте, дорогие друзья, сегодня вы познакомитесь с микрофлорой почвы, санитарно-показательными микробами почвы, узнаете, что почва это важный фактор передачи инфекционных болезней и на примере ситуационных задач узнаете, как через почву могут передаваться возбудители опасных заболеваний столбняка и газовой гангрены. Дорогие друзья, современный способ изучения микробиологии это наш видеоканал, популярная микробиология и ЗОЖ. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Микрофлора почвы. Почва это благоприятная среда для размножения и метаболизма бактерий, грибов, простейших вирусов. Микрофлора почвы это аэробные и анаэробные микробы, это аутотрофы и гетеротрофы, которые находятся в состоянии симбиоза или метабиоза. Количество и качественный состав микробов в почве зависит от географических, от климатических условий, от сельскохозяйственного использования почвы, от того, сколько в почве органических и минеральных веществ. И также микрофлора почвы зависит от выбросов промышленных предприятий и отходов. Проблемы рационального использования почвы во многих отношениях это ключевые вопросы наших современных условий жизни. Это вопросы строительства, вопросы добычи полезных ископаемых, вопросы организации зон отдыха и многих других видов нашей деятельности. Состояние почвы оказывает воздействие на наше здоровье через продукты питания или опосредованно через загрязнение воды и воздуха. Почва – это фактор передачи инфекционных болезней. Почва – это место обитания спорообразующих палочек родов бациллус и клостритиум. Патогенные спорообразующие палочки – возбудители сибирской язвы, ботулизма, столбника, газовой гангрены – способны длительно сохраняться. А некоторые из них даже размножаются в почве клостритиум ботулину. Кишечные бактерии – представители семейства энтеробактерия С. Это кишечная палочка, возбудители брюшного тифа, сальмонеллезов, дизентерии – могут попасть в почву с фекалиями. Обнаружение их в значительных количествах – это показатели загрязнения почвы фекалиями человека и животных. Заболеваемость кишечными инфекциями, как бактериальной, так и вирусной природы, остается на высоком уровне. Это в значительной степени обусловлено циркуляцией этих микробов в окружающей среде в почве. Санитарно-показательные микроорганизмы почвы. Санитарно-показательные микроорганизмы почвы – это эшерихия коли и бактерии группы кишечной палочки. К бактериям группы кишечной палочки относятся представители семейства энтеробактериоцея родов эшерихия, цитробактер, энтеробактер, клипсиелла. Это грамм отрицательные, не образующие спор, не обладающие оксидазной активностью палочки, ферментируют лактозу и глюкозу до кислоты и газа при 37 градусах в течение 24 часов. Эти бактерии выделяются в окружающую среду только с испражнениями человека и теплокровных животных. К санитарным показателям также относятся фекальный энтерококк, Клостридия парфрингенс, эти бактерии имеют общий путь выведения с возбудителями кишечных инфекций и служат показателями фекальной загрязненности почвы. Показатели санитарного состояния почвы – это общее микробное число, общее количество микроорганизмов в одном грамме почвы. Это колититр почвы, перфрингенс титр почвы оценивают количество санитарно-показательных микробов. Колититр почвы – это наименьшее количество почвы в граммах, в котором определяется хотя бы одна жизнеспособная клетка кишечной палочки. Перфрингенс титр – это минимальное количество почвы, в котором определяется клостридиум перфрингенс. При фекальном загрязнении почвы клостридии обнаруживаются в титре 0,01. Перфрингенс титр определяют глубинным посевом. На свежее фекальное загрязнение указывает обнаружение энтерококков, большое количество бактерий группы кишечной палочки при отсутствии нитрифицирующих бактерий, относительно высокое содержание вегетативных форм клостридий. Колититр для сильно загрязненных почв – 0,009. Для чистых почв колититр – единица, перфрингенс титр – 0,01. Разберем ситуационные задачи, которые иллюстрируют, что через почву могут передаваться возбудители раневых инфекций. Пострадавший в транспортной катастрофе был доставлен в стационар с обширными ранами, загрязненными почвой. Какие бактерии могут быть занесены в рану с почвой? И какие меры специфической профилактики надо провести в данном случае? С почвой в рану могут быть занесены возбудители газовой гангрены – клостридиум перфрингенс, клостридиум септикум, клостридиум хистолитикум, клостридиум нови и клостридии столбняка – клостридиум тетани. Для специфической профилактики столбняка вводят столбнячный анотоксин. Для лечения – противостолбнячную сыворотку, а при подозрении на газовую гангрену – противогангренозную поливалентную антитоксическую сыворотку. Другая задача. Рабочий во время земляных работ получил травму с поражением внутренних органов. Через три дня во время перевязки у него появились симптомы, подозрительные на газовую гангрену. Каким экспресс-методом можно проверить предварительный диагноз? Какие препараты следует назначить для лечения? Экспресс-метод – это метод газожидкостной хроматографии. Препараты для лечения – это противогангренозная поливалентная антитоксическая сыворотка и антибиотики. Благодарю за внимание.